Привет, дорогие зрители! Начинается игра. Довольно интересное противостояние. Тенгри против Спирит в рамках отборочных СНГшных к Эпицентру. Команда Спирит из Казахстана в последнее время играет с каждым разом всё лучше и лучше. Поэтому приковывают интерес. Ну и, конечно же, Спириты, которые совсем недавно не очень хорошо показали себя на Адреналин Рашкапе и проиграли его. Ну и, возможно, Спириты попытаются как-то отыграться, попытаются продемонстрировать великолепную игру. Кстати, Спириты делают засаду на Апленте и не угадывают с этой засадой. Сотфик старается отстрелить из коннектора у нас точку Б, но у него ничего не получается. Ну и сейвить здесь, конечно, нет никакого смысла. Это пистолетный раунд. Нужно идти вперёд, воевать и драться, но сделать что-либо в этой ситуации будет крайне тяжело. Правда, Дастан ошибается. Ситуация 4 в 5. Тим Спириты дальше продолжают пушить, проверяют у нас Дратути, но он делает огромное количество минусов. 2 килла от Дратути, кстати, надо поменять, наверное, ему никнейм. Не знаю, что это, кто это. Колди оцеливает моментально Хоббита. Сотфик пушит у нас Дроп Рум. Фич погибает. Кин остается 1-2. И как же казахи ошиблись в этой ситуации? Оставляют одного Кина против двоих, но всё-таки слишком много времени потеряли у нас Спириты при выбивании. Кин отлично справляется с двумя последними оппонентами. И счёт становится у нас 1-0 в пользу казахского коллектива. Сотфик ставит паузу. Надеюсь, что ничего страшного у нас не произошло с командой Team Spirit. Ждут пока тренер, наверное, подсоединится и продолжит матч. Да, пауз у нас от Сотфика. Ну, кстати, тренер, наверное, не должен координировать же команду или там что-то подсказывать. Но так как это онлайн-матч, естественно, проконтролировать это практически нереально. Поэтому, естественно, админы, наверное, даже по этому поводу не заморачиваются. Хотя на финальной части в любом случае у нас всё будет законтролено. Кстати, 17-го числа начинается Эпицентр. По-моему, 2 или 3 дня он идёт без зрителей в рамках таких отборочных. Ну и потом, в финальный день, 22-23 октября, Ледовый дворец ВТБ. Ситуация 5-5. Фич оцеливает пока что нас Довкоста. Довольно быстро действует Хоббит на Бэмэне. Тем временем Достан врывается с Сузишкой на центр и забирает Тони Блэка или Антона Кибакина. Тем временем Софик ловит хороший момент. Падает из балкона, заходит за машину, оцеливает Драстути. Но при этом Фич делает размен. Хорошая хаешка. Кин отвечает. Минус Дима. Но в целом неплохо отыгрывает команда Спирит на своём Форс Бае. Пистолет Дезерт Игл остаётся у нас у Колди. Один в два. Убирает АК-47. Ещё и боковуху может сейчас перестрелять. Кин довольно серьёзно рисковал. Колди заходит за машиной, чекает план. Там находится Достан. 25 хп у Достана. Кин тем временем не лезет. Но и в теории может уходить на сейв. Колди, собственно, так и происходит. 2-0 в пользу казахской команды Тенгре. Ну и матч продолжается. Кстати, у нас есть инфа по пику бану. Спириты высчитывали карту Детрейн. Тенгре не играют. Оказывается, даст второй. Спириты взяли Кобблстоун своей картой. Тенгре своей картой взяли Мираж. Поэтому если казахи победят на карте Кобблстоун, соответственно, на Мираже Спиритам должно быть тяжелее. Хотя Мираж популярная карта, как я всегда говорю. И, конечно, на Мираже практически все коллективы играют довольно достойно. Поэтому даже если Спиритам проиграет все-таки Кобблстоун, мне кажется, несмотря на это, все-таки Мираж, они должны сыграть, ну, если не победить, то сыграть достойно. Довольно быстро играет у нас Драттин на центре. Никакого размена сразу же не было. В принципе, Довкос мог сыграть Сейвови, но он вышел дальше стреляться и погиб. Ситуация 4 в 4. Хоббит чекает у нас Дропрум. Тем временем Дима готов откидывать флешку и врываться под нее из коннектора. Но почему-то этого не делает. Хотя, как мы видим, террористов там немного. Поэтому действительно в этом, наверное, никакого смысла нет. Фич. Фич погиб... Точнее, Дима погибает от рук Фича. Фич пушит дальше с тиммейтами центр. Бомба заходит тоже на мидл. На пленте замечает еще одного защитника. Проверяет бокову. Начинает пушить с УЗ-шкой плент. Постоянно разворачивается на бок, думая, что там, возможно, находится оппонент. Но, по-моему, это снова сейв Калаша. Ну, а софтик поможет просто своему тиммейту сохранить это оружие. Бест оф три, кстати, матч. Да. Кто привык смотреть по одной карте в рамках ESL Pro League, эта игра не для вас. Здесь бест оф три. Победителю нужно взять две карты подряд. Смотрим мы отборочные к эпицентру. Кто не знает. Эпицентр — это такой довольно крупный чемпионат, который пройдет через уже две недели в Москве. Будут участвовать восемь команд. Шесть приглашены. И две команды — это победители квалификации. Одна европейская, одна СНГ. На европейскую квалификацию взяли Дигнитосы. В финале обыграли команду из бывшего состава команды Фнатик. Ныне команда Готсэнт. Просто не сумели обыграть и не Датчан. Ну и СНГшная квалификация. Вот, собственно, полуфинал. Team Spirit против Тенгри. Ну и, наверное, в другом полуфинале или уже в финале. Я вот не уследил, потому что комментировал ESL. Возможно, вы мне подскажете, дорогие зрители. Ну, я думаю, какие-нибудь Ашары, Гамбиты, скорее всего. Хотя нет. Гамбиты как раз-таки проигрывали, но, правда, в групповом этапе Тенгри. Поэтому, может быть, они и не вышли из группы. Но, в любом случае, сейчас вы мне подскажете, потому что я не хочу альтабаться из игры. Смотрим все-таки довольно интересный матч. И посмотреть сейчас у меня нет возможности. Колди играет с Эмкой на Б-мейне. Чекает выход на себя. Тем временем, Дима рядом. Ситуация 4 в 4. Дастан проверяет у нас центр. Коннектор пока не выходит. При этом Хоббит уже у нас в дроп-руме. И Хоббит наказывает нас, Диму. Сотфик тем временем с Эмкой заходит в дроп-рум. Ловит Хоббита на свечи. И Сотф хотел сыграть с банкой, но не получилось. Колди старается неплохо отыграть со своей Эмочку. У него это получилось. Но преимущественно все равно за командой Тенгри. Ребят справляются. Дратти, правда, погибает из-за коктейля Молотова, который откинул Сотфик. Но, по-моему, он специально это сделал. Или уходил не туда. Но 4-0 в пользу Казахов. И вы мне пишите, что Хеллрейзерс. Хеллрейзерс ждут победителя в финале. Конечно, Хеллрейзерс команда тяжеловес. Команда высококлассная. Поэтому победителю этой пары будет в любом случае очень тяжело в финале. Но будем надеяться, что будь то Спирит, будь то команда Тенгри навяжут все-таки хоть какую-нибудь игру Казахов и продемонстрируют, что они тоже крутые перцы. Сотфик забирает фича. Погибает пока что Антон Кибакин. Ситуация 3-4. Два человека у атаки заходят на точку B. На B-мейне у нас действует Сотфик. Уходит на шифте под лестницу. Но Кин все это контролит. Хороший хэдшот. Выход продолжается на B-плэнд. Два человека в коннекторе. Тим Спириты подходят на шифтах. Тем временем Достан проверяет близлежащие позиции. Здесь никого нету. За скалой у нас три игрока у команды Тим Спирит. Подсадка на кубик. Возможно получится на неожиданность сыграть. Но нет. Контролирует ребята из атаки и такие вещи. Ну может быть не контролирует. Но в любом случае они видели эту подсадку. И моментально сносят абсолютно всех. 5-0 в пользу казахов из Тенгри. И матч продолжается. 10 раундов до конца первой половины. Еще довольно много раундов. Согласитесь. Поэтому команда Тим Спирит. Но рано или поздно должна собраться. И начать брать раунды. Все-таки карта Кобблстоуна это их вариант. И как бы там ни было. Да, они проиграли довольно серьезно адреналин раш. Но конечно же вроде как тренируются, играют регулярно, часто. Хотя может быть мотивация сейчас хромает. Ребята испытывают они какие-то в этом плане трудности. Я давно не общался, если честно, с Антоном Кибакином. Только слежу за его инстаграмом. Но он мне когда общаемся всегда говорит, что много тренируется, много играют. Но не всегда, видите, это главное. Не всегда тренировки качественные, судя по всему, у его команды. 5-0. Так, припустим Спирит. Выпад от Димы на БМейн. Кин погибает. Пич пытается играть на размене. И забирает Колди, который непонятно зачем вышел из арки. Хотя оно того, конечно, не стоило. Дима сделал и так минус. Можно было стоять и просто прятаться. Но решил сыграть все агрессивно на стрельбу и погиб. Ух ты, какой классный коктейль Молта. В эти времена обратите внимание, где достан. Он просто заходит в спину. Моментально забирает Довкоста. На Апленте никого нету. Пошла стяжка от террористов через центр. Пытается хоть как-то еще помочь у нас ребята из команды Дим Спирит. Зашибается Дратти. Погибает у нас в коннекторе. Тони Блэк делает свой килл. Бомба устанавливается фичем на дефолте. Прикрывает достан балкон. Но и все равно у террористов огромное преимущество позиционное. Дима выходит на мид. Моментально погибает от Хоббита. Ну и Тони Блэк вместе с Сотфиком могут уходить на сейв. Это шестой раунд для команды Тенге. Сотфик опять ставит паузу. И это скорее всего уже тактический тайм-аут. Постараются как-то нормализовать свою игру. Ребята из защиты. Тем временем Хоббит подловил еще и в туннелях одного. И по-моему подловит второго. Какая царская флешечка. Как же здорово сыграл Хоббит. Отличный вариант. Второй кнопкой моментал к самому себе. Девять остается. Денег нет у команды Team Spirit. Три с половиной тысячи хватит только на Фамаса. Но и сейчас нужно подумать, стоит ли покупать или нет. Итак, Дратути это Рамзик. Сейчас я скажу вам, кто такой Дратути. Вообще не знаю, почему ник поменял свой человек. Итак, составы команд у нас следующие, дорогие зрители. Команда Spirit. Это Довкост, Дима, Сотфик, Кибакин и Колди. У команды Tengri это Хоббит, Фич, Кин, Дастан и Рамзик. Ну и судя из того, что у нас четыре ника присутствуют, это Хоббит, Фич, Кин и Дастан. И Дратути, скорее всего, Рамзик. Но официального подтверждения у меня никакого нет. Может быть, это какая-то юная молодая звезда из Казахстана под ником Дратути. А может быть, это Доська. Дося, выходи. Дося. Дося, это ты? Дося. Не, наверное, это Досьа все-таки. Доська любит сыграть под фейком. Может, это он. А может, это Хуч? Может, это Хучара из Гамбит ушел. И сразу за команду Tengri под ником Дратути. Он такой, Дратути. Дратути. Доська. Не, ну, скорее всего, это, конечно, Рамзик. И Дось, конечно, не будет шутки-шутками повторять своих ошибок. Как и сборная Казахстана. Был у нас досадный инцидент. Недельку назад, когда под фейком играл Дося за сборную Казахстана. И все это всплыло. Забанен был и Дося, и сборная. Ну, и, конечно, таких ошибок, мне кажется, уже никто никогда не повторит. Ну, если повторит, то будут, скажем так, более убедительны. Более убедительны в этих обманах. Потому что... Дося должен был играть как... Я вот не помню никнейм того человека. А при этом сыграл как Симпл. Набил там огромное количество фрагов. И в итоге админы по стилю игры спалили его. Тем временем Кин забирает Диму. У нас Эко от команды Team Spirit. Решили не покупать в следующем раунде. Нужно ждать АВП. Кстати, Team Spirit взяли первые арморы. Колди играет просто с Диглом. Возможно, будет играть с АВП. Ну, и Тенгри не торопится. Они видят, что пистолет довольно сильный. И, конечно же, не хотят отдавать просто так раунд на халяву. Давкост в коннекторе. Рамзик подтягивается у нас к точке Б. Чекает мостик. Подходит на шифте. Откидывает флешку. Давкост эту флешку, ну, ловит. Однако так себе. О-хо-хо! Вот это да! Причем первый человек у меня отлетел, когда прицел у Давкоста был вообще не в той позиции. Вы, наверное, тоже это заметили. Но, в любом случае, Тенгри берут раунд. Шикарная работа от Давкоста. Классно заспреил из ЦЗшки. Но, опять же. Наверное, мы на Гоу ТВ. Потому что Гоу ТВ, наверное, с текрейтом 16. Или маленьким, в общем, текрейтом. Не знаю, каким. Но явно не 128. Поэтому так и произошло. Потому что прицела еще не было, как бы, у нас на голове. А Давкост уже хэдшоты попадал. АВП от Давкост как раз-таки на центре. В боковухе действует Тони Блэк. Два человека на точке B. Один в дропруме. Ким Спириты. Играют дефолт. Два на А, три на Б. За дропрум отвечает один сотрик. Играет... И сильно, по-моему, там. Ну, внутри. Нет, всегда... Ну, с одной стороны классно, с другой стороны опасно. Потому что сюда и флешки прилетают. И террористы сразу эту позицию чекают. Ну, Тенгри вроде как готовится вначале на мид. О, пойти! Вот это да! Рамзик! Отличное выбивание коннектора. Очень здорово сыграл со своим тиммейтом. Один пропрыгнул. И моментально на реакцию сыграл снайпер из команды Тенгри. И преимущество. Стяжка пошла от Сотфика на мид. За дропрум у нас теперь никто не отвечает. Дима тем временем погибает на Б-мейне. Раскидка у нас идет как раз-таки в точке Б. Сотфик вытягивается к тиммейтам. На ступеньках далеке играет защитник. Колдис жмет. Оцеливает Кина и Достана. Играет дальше по слажику своего тиммейта. Находит еще одну голову. Как же круто он сыграл. Тем временем Хоббит выходит через дропрум. Ошибается у нас Сотфик. Находит Хоббит моментально на его голову. Тони Блэк остается один против двоих. И Хоббит все прекрасно слышит. И продолжает свою доминацию. Команда Тенгри. 8-0 в пользу Казахстана. Так, это точно Доси. Доси с АВП? Не, ну Доси с... Тут, кстати, видите, явно не Доси. Потому что она ВП берет. Поэтому это все-таки не Доси. Потому что Доси с АВП не играет. Ну, если играет очень-очень редко. Сотфик. В дропруме. Вместе с тиммейтами. Бай от команды Spirit. Пока что не помог им тайм-аут. Естественно, что-то обсудили. Но это что-то не помогло. Но обсудили они, скорее всего, опять же, чисто свою индивидуальную игру. Решили взять вот АВП, к примеру, в прошлом раунде. Но АВП не зарешало. Эмки Фамасы. Такой вот бай у команды Team Spirit. Продолжают контролить карту у нас ребята из Тенгри. Ошибается с ХАЕшками. Но при этом не удалось игроку защитой на свече словить своих соперников. Ну и падает в дропрум у нас один из игроков атаки. Довкост отвечает за Тентер. Я рядом с ним. Кибакин чекает боковуху. Играет на чек. Дима врывается с тиммейтом под флешку. Забирает фича. Получает Тенгри информацию. В дропрум никто не прыгает. Хотя Хоббит вроде как готовится. И неплохо вместе вышли Спириты. Повоевали с Мостиком. Забрали Хоббита. ХАЕшку откидывает Рамзик у нас в дропрум. Бомбу не подбирает. Чекает БМН. Тем временем до вков. Все там же теперь на машинку стянулся. И возможно с Фамасом удастся ему перестрелять до стана. Правда, насколько видите, боится сейчас команда Team Spirit Тенгри. То есть только заметил террориста, вместо того, чтобы уверенно перестрелять его с Фамасом, сразу Довкос уходит на плент и сохраняет преимущество. Ну, такая сейвовая игра. Но опять же связано это с тем, что команда Тенгри лидирует. Еще там 8 минут. Если бы Спириты лидировали, скорее всего, Довкос бы старался перестрелять уже своего соперника. Дима и Сотвик. Забирает кина и до стана. Остается драт в Т1 против четверых. Стреляется с дропрумом. Пытается простреливать. Но не попадает. Бомба рядом. 10 секунд. Нужно по-хорошему уходить. В этой позиции ловит Довкоса. Или, кстати, оцелевать игроков защиты. Тоже правильно. Ну, очень уверенная игра. Хо-хо-хо-хо-хо! Что это было? Просто какой-то танкист засовывает в носоглотку. Авик, как он вообще попал там? По второму. Целился по одному. Попал по второму. Рандом какой-то заезжает. 8-1 в пользу. Команды Тенгри и не легче Спиритом. Они отдали много девайсов. Дропы. Правда, АВП появилось. В этом плане легче. У Довкоса АВик. Эмки. Фамаса. Димы. Калаше. ВП от Дратти. Ну и Довкос все там же. Решил он снова использовать всю эту же позицию. Ин. Готовится откидывать флешки с тиммейтами на точку Б. Контроль карты от команды Тенгри. Шесть раундов остается. Тем временем откидывают какие-то вообще неясные банки у нас ребята из Team Spirit. Просто подкуп себе куда-то там только что. Ну, через стену я видел эту трассировку от гранаты. Явно что-то не то с ребятами. Ну, может быть, расстроены они, конечно, после Adrenaline Russia. Вчера, естественно, никаких, наверное, тренировок не было. Буквально, когда вчера и позавчера, да, наверное, они вылетели в субботу, скорее всего. Два дня не играли, но могло повлиять и хорошо на команду. Но пока, пока явно нехорошо. Пока они проигрывают на своем пике. На карте Cobblestone. На карте, на которой, ну, в теории 9-6-8-7 должно по-хорошему все заканчиваться. Когда кто-то за КТ. Довкос промахивается из пристройки, меняет свое место расположения, уходит под балкон. Тем временем, бомба стягивается у нас под Аплент. Ловят Хоббита в дропруме. Довкос на Апленте. Антон, или не Антон Кебакин, кто-то посидит. Третий номер. Нет, Антон Кебакин, да. Чекает бок, играет на бочке. Дратути не ожидает эту позицию абсолютно. Тони Блэк делает свой минус. Но моментальная игра на размене. Фич наказывает Кебакина. Довкос занимает Плент. Пытается с деревяхой словить своего соперника. Нашивает фич неплохо. Довкос-то как? Очень здорово играет команда Тенги. Просто без шансов. Колди остается 1 в 2. Выходит через коннектор. Бомба проходит 10 секунд. Но Кин не законтролил. 6, 5 нужно ставить. Рискует игрок защиты. Но, по-моему, должны успевать у нас. Должен успевать у нас фич с установкой. Он успел. Чекает. И вешает хэдшот по Колди. Вот это да. Девятый раунд для команды Тенгри. И 5 осталось. Денег просто нет. У команды Team Spirit полторы тысячи долларов. Ребята покупают пистолеты. Покупают арморы. По сути, форсят. Рискуют. И в теории Тенгри берут сейчас 10-й, 11-й. И там снова Фамасы-Эмки. Но тут можно закрывать сейчас команду Team Spirit. Еще там 14-1. Если все пойдет по плану команды Тенгри. Тони Блэк 5-7. Играет в коннекторе. Моментально забирает дратки. Тем временем Хоббит старается реализовать свою зишку на дропруме. Не подловил. Падает под смачок. Слышит о Сотвик. Хоббит пушит. Сотвик погибает. Тем временем Пич с тиммейтами. Выходит на Б-мейн. Оцеливают Диму. Оцеливают Колди. И 2-4. Тони Блэк с 5-7. Кстати, там что не было оружия у того чувака, которого забрал Антон. А вот она. Узишка появляется у Тони. Ну и Кебакин, наверное, будет сохранять свое оружие. Десятый раунд для команды Тенгри. Радует. Радует команда Тенгри. Давно у нас не было такого, знаете, коллектива, который врывается просто на сцену из ниоткуда. Вот просто не... Из ниоткуда, извините. И, ну, конечно, не убивают они еще там Мега Топ. Но, опять же, у них, по-моему, даже и шанса не было сразиться с Мега Топом. И как раз таки, если вдруг Господь Бог поможет им попасть на чемпионат, то это будет огромный шаг вперед для команды Тенгри. Ну, посмотрим. Может быть, удастся ворваться им в финал. Возможно, удастся обыграть им HellRaisers. И тогда действительно сыграет и с Eskai, и с Virtus.pro и со всеми. И, что самое главное, тренироваться, возможно, начнут самыми жесткими коллективами. А когда пойдут уже тренировки самыми жесткими командами, тогда и... Слава, деньги и так далее. Кин забирает нас Тони Блэка. Дима играет на Румейне. Пытается перестрелять Драдцати, но тот выходит очень уверенно. Драдцати чекает у нас Плэнт. Пытается перестрелять Довкост. У него это вышло, но при этом в нычке рядом стоит Колди. Колди прячется, пропускает одного-второго. Пытается на нож повесить. Преследует. Оп. Забирает и тегла одного. Забирает. Нет! До стана ему не удалось достать. Одиннадцатый, да, раунд? Или двенадцатый уже? Одиннадцатый для Тенгри. Три остается. По-моему, команда Team Spirit уже поплыла. АВП у Довкоста, у остальных Эмки. Ну, тут нужно доводить до логического завершения уже этот матч. Хотя, может быть, Spirit потащит во второй половине. Может быть, я тороплюсь. Я не знаю, как в Тенгри с защитой на карте Коблстоун. Может быть, команда одинаково играет в этом плане. Сильны за атаку, но в блоке за защиту. Дастан. Дастан нашивает у нас центр. Тем временем, ребята из команды Тенгри играют все активнее и активнее. Откидывают много гранат у нас под Б-мейн. Давкост 71 хп. Попал, вроде как, по фичу. 16 хеллспоинтов у нас у одного из террористов. Ну и он подобрал бомбу. Хотя скидывает ее тиммейту. Минута 20 до конца. Времени довольно много. Еще можно придумать огромное количество разных вариаций. Ну и Тенгри как раз-таки этим занимается. Боковухи у нас действуют. Тем временем, Тони Блэк уходит, стреляв по перемычке. Выдал свое место расположения. Ну и якобы дает знать ребятам из противопожной команды, что боковуха нечистая. И террористы, конечно же, будут проходить через бок. Если будут проходить через бок, должны быть прочеркать все возможные эти точки. Соцвик. Ходин просто на центре. Старается перестрелять соперников. Ловит флешку. Тиммейта под нее не играет. Тем временем, кинет какая-то дробь. Рома перестреливает Диму. Моментально уходит. Не сумел никак помочь Колди. Какой-то рассинхрон там получился. Один игрок защиты уже ушел, а вот один остался. И так вышло, что Кину удалось подловить. Достанете временем перемычки. Оцелевает Тони Блэка, который старался играть аккуратно и не палиться. Тем временем, за машиной находится Соцвик. Пошла инфа для команды Тенгли. Они выходят на плент на одного всего лишь человека. И Соцвик занимает плент А. Играет довольно сайвово, но дратути его находит. Падает из балкончика еще один. Колди ловит хедшот. Остается давкост. Один против четверых. Ха! Команда Тенгли красная. Но, естественно, у давкоста понимания и инфы никакой нету. Так бы взял пистолет и постарался взять. Но игрался бы... Постарался взять раунд. Но игрался ВП и погиб. 12-1 в пользу команды Тенгли. Снова денег у Спиритов нету. Ох-ох-ох-ох-ох. Вот это борода. Вот это подготовка команды Спирит на своей карте. Просто нет слов. Как? Как? Я могу начать гореть. Я могу начать гореть. Как вообще такое возможно? Объясните мне, пожалуйста. Тем временем Оскара кикнули из команды Маус Спорт. У него какие-то personal issues. Какие-то проблемы у Оскара. Ну, так часто бывает. У талантливого игрока какая-нибудь там спад мотивации и все. Да уж, Маус Спорт сильно, наверное, проиграли на контракте с Оскаром. А, хотя они, скорее всего, не покупали его у Ошер. Он был, наверное, свободным агентом, у него контракт закончился, поэтому особо они не потратились. Так бы, если потратились, наверное, заставили бы его играть. Ну, потому что Оскар очень дорогой игрок, и если бы его пришлось выкупать у кого-то, тогда, скорее всего, его бы заставили играть. Да, в Клос, тем временем, пытается с Тони Блэком забрать у нас точку Б. Погибает кинг, погибает до стана. Команда Спирит берет эко-раунд. А ошибочки пошли от Тенгри, но могут себе позволить. Доминация просто зашкаливает. Это 12-2 в пользу команды Тенгри. Но Спириты собрались. Может быть, возьму третий, может быть, будем ждать какой-то камбэк все-таки. 16-12 пишут. Давкост играет с Авиком. Калаши эмки у защиты. Калаши у Тенгри. Неужели денег не хватило на ВП? Нет, деньги были, но решили сыграть без него. Тенгри просто, не знаю, бегут, сносят. Вот как так? Снайпер на центре. Я не знаю, что с Спиритом. Это вот они так играли на Адриналин Рашу? Ну понятно, почему четвертое место заняли. Просто их разваливает вообще, как детей. Я... Вы вообще видели вот сейчас раунд? Один с ножом куда-то летит, подловили. Второй с ножом летит, куда-то подловили. Третий с ножом летит, подловили. Это профессиональная команда, отборочная эпицентра. Полуфинал. Ну что вот с этими СНГ коллективами не так? Ну как так можно вообще относиться? Все-таки, ну... Я понимаю, тяжело. Проиграли Адриналин Раш. Может какие-то там проблемы, спад мотивации. Но как-то надо характер показывать. Не знаю, собраться. Все-таки на такие вот матчи ответственные. То есть... Ах, ладно. Странно просто. Просто странно. Но в любом случае, Тенгри молодцы. 13-2. Без шансов. Хлам. Вносят Спиритов на Коблстоуне. Напоминаю, что эту карту выбирали. Спириты своей. То есть, на самом деле, я бы, может быть, не подгорал, если бы Тенгри взяли Коблстоун своей. И так вот вышло, что Спириты, может быть, не тренировали Коблстоун. А так они якобы тренировали Коблстоун, уверены в этой карте. Выбирают ее свои. И летят. Еще там 13-2. Спириты. Выходят у нас на б-плэн. Фич. Моментально погибает. Хоббит. Остается у нас за скалой. Вешает хэдшот. Дима минус. Минус Колди. Какой развал. Ким подключается. Минус Тони Блэк. Старается пристрелять Плэн. Погибает Солфик. Давкост остается один против четверых. Заходит в спину. Но как знает Драмзик, что именно сюда выйдет Давкостыч. Отличная работа от Дратути. И это 14-2. В пользу Тенгри из Казахстана. Тенгри из Казахстана. Да. Нет слов. Что, кстати, по пингу? А, кстати, по пингу пинг 40. Странное решение у нас от обеих команд. Потому что Тенгри, насколько я знаю, сейчас находится в Москве. Тим Спирит тоже все москвичи. Ну, там не все москвичи, но россияне. По-моему, 4 россиянина и 1 украинец. Поэтому в теории было бы, наверное, хорошо играть на московском сервере. Но, видимо, кто-то не захотел, чтобы пинг был у команды Тенгри 5. И как бы якобы есть такая мулька, мол, пинг 5 это пинг как на лане и нам будет неудобно. То есть вы будете с пингом 5, как на лане, а мы будем с пингом 20. Хотя, на самом деле, я когда играл в это, особо не верил. То есть мне было важно, что у меня пинг 15-20 и хорошо. Когда там у чувака 5, ну и что? Ну, все без разницы. Ну, может быть, в этом причина. А может быть, просто админ дал такой сервер и как бы дал и дал. Дима остается один против троих. Действует довольно агрессивно на коннектере, но его перестеливают моментально на рамзик. 15-2 в пользу Тенгри. Ну и остается досмотреть последний раунд. Просто вынесли. Вынесли. За сколько вообще времени, ребята? Они их вынесли за... Ну, это, по-моему, какой-то новый рекорд. 15 минут, 10 минут. Сколько вообще матч шел? Когда он начался? Сейчас я вам скажу. Он начался в 20.15. 20.15, сейчас 20.42. 25 минут примерно. За 25 минут просто уносят люди. Здравствуйте! Забирая двоих, тем временем Дима откидывает у нас смог на коннектор. Сотфик остается один против четверых. Фич откидывает флешку. Чекает дроп рум. Сотфик остается один с бомбой. Играет с пистолетом Тег-9. Действуют перемычки. Засел. Просто засел. Слушает. Пытается. Ну, одного убьет, окей. Но теперь инфа по нему пошла. И, по-моему, до сюда. Старается реализовать свою МПшку. Но нет. 16.2. Победа. Команды Тенгли на карте Кобблстоун. Следующая карта. Совсем скоро. Лучшие команды мира. 500 тысяч долларов. Москва. ВТВ Парк Легенд. Турнир мирового уровня. Билеты от 400 рублей на epicenter.gg. Слэш-билет. Будь.